Музыка Музыка Это какой-то рекламный демонтирует, хотя под рекламу поставили, может и у вас. А сюда все демонтируют? Нет, нет, я же говорю, демонтировать и забрать, пусть забирают к себе. Увидели крупное, дали команду уменьшить. Должно быть благоустройство, зеленый газон, трубы, трава. Красная мастер, уже участка рычагов. Да, сейчас он все залог. Но эти устраивают, сзади они фактически в парковку выложат. И вот это все новое устройство, вберите этот щебель, этот щебель шестерназью он засыпает, и я знаю. Да, да, посмотри, видишь, тут еще щебель засыпает? Я уже с вами разговариваю. Хорошо. Потому что они вот это все засыпают, потом ты будешь так сильно мучиться, что ты шла. Конечно, потому что растение будет. Конечно, растение будет. Может, нам нужно поработать? А будет, смотрите, я бы не разговариваю. Хорошо. Я, конечно, стою из понедельника зато, что это работа не будет. У Леликова. Ну, а сходили же вместе ваши, что он там у вас занимался по видеокамере. Вот мы же там должны быть 36 камеры установить. Да. Они дали эти предложения, сейчас вам скречивают все это. В какие-то деньги все это выходит. Великова там занимался проектом. Почему? Почему? Это ты вот зарабатываешь. Ты такая... Ты такая... Ты такой леди. Да, да. Вы знаете, когда мы финансировали его там? Да. Нет. Это не частенько. Это хорошо, что ли? Ну, учитывая, что мы ленточку не перерезали, то сделаем таким образом. Было бы неплохо, может где-то запечить Ельцарь Явлевич. К тому самому. Когда будет здесь монитор, когда будет запланировано то, что вы там организовываете. Тогда он будет, офицер, смотреть и видеть. Ага, там подошли, что-то непонятное компания. Сержант там направили. Это нужно взять. Это самый наследственный териур. Ну, народ просто убивает мышь. И тогда мы можем это все убрать возле имикс-банка, потому что оно будет аж сюда выходить. Понимаете? В этом нам все запроектируют. Возьми, просто напомни. Мне там. Хорошо. По архитектуре. Потому что мы там уже... Сейчас выкладываем. Убежали машины. Тут вот эти дорожки. Да, да. Программы есть. А когда это еще за садик травой засеется... Вот зелененький газончик. Тут пустарники. Только соседку подсекали. На все. На оборотах подсекали. На белое, слабо, для кого. Давай. Ну а что? Традиционно. Каждый рано поджимает. Если на асфальте где-то... Ну, в общем, шерегули. Не будет инструкция двора. Это же двор закольцовывает. Проезд аспортировал. Это понятно. Надо его закольцовывать. Там мы тут сделаем. Ты все сделал. Заказал. У меня. У меня. Давайте можно и сделаем. Коммунальное предприятие. У меня. У меня. У меня. У меня. Традиционно. Как раз здесь для УПК кабинет руководителя будет. То есть нормальный. Нет. Я всегда говорил, что УПК должен быть отдельно. Сегодня было давно назначена эта встреча в субботу. Даже тогда, когда мы еще не думали, что рабочий день будет. Хотели просто посмотреть стихийную торговлю и посмотреть некоторые объекты строительные. Как идет строительство. Сегодня мы посмотрели проспект Мира. Посмотрели немножко там мэрии, как строится. Пошли на набережную. Посмотрели милиция, как работает. Сегодня был с нами начальник полиции. Поэтому такой общий обзор, скажем так, по городу. Есть очень много жалоб от людей в том, что машины ездили по проспекту, по пешеходной зоне. И создавали небезопасную ситуацию, особенно по детям. Поэтому был акцент на этом сделан. Сегодня там уже работают два работника полиции, которые как бы наводят порядок. И второе, то, что была торговля на набережной, не доходя до пляжно-парковой зоны возле фонтана. Сейчас мы тоже сегодня прошли. Нет ни одной точки торговой. Но опять-таки, наверное, потому что был начальник милиции с нами, и он дал команду, чтобы навели порядок. Ну, я думаю, что будем практиковать. Я уже сегодня сказал Вадиму Михайловичу, начальнику полиции, что будем так вдвоем, втроем ходить, и тогда, наверное, будет больше порядка. Несколько дней назад, буквально два дня назад, я был на пляжно-парковой зоне, был на пляже. И когда я видел, сколько машин стоит на самом пляже, машин, а еще больше палаток, наверное, там полсотни палаток просто разбились и стояли на песке, на пляже просто. И, конечно, там было очень серьезное замечание и нашим, всем тем, кто отвечает за пляж. И сегодня уже и Людмила Николаевна, Экосервис и Любивы докладывали о том, что навели порядок, палатки все с песка убрали. И, конечно, было очень много возмущений, что нарушаются права человека и так дальше. Но есть четкие правила, что ни машина, ни палатка не должна стоять на песке на пляже. Потому что у нас пляжа и так немного. Поэтому пляж предназначен совсем для другого. Поэтому будем наводить порядок. Уже, в принципе, некогда наводить порядок, уже заканчивается сезон. Но на следующий год нам есть над чем работать. Потому что этот год показал, что проблем по работе с отдыхающими очень и очень много. Мы уже в этот понедельник будем рассматривать первый вариант набора мероприятий, что мы должны сделать уже на следующий год. И буквально максимум, максимум через месяц мы начнем серьезную подготовку к пляжному сезону 2018 года. Сегодня такой рабочий обход города у нас традиционно уже так сложилось тоже, что мы без большого ажиотажа просто собираем непосредственно первых так ответственных лиц. В данном случае здесь был городской голова. Я, условно, какой курирующий, скажем так, сегодня жизнь коммунального хозяйства в городе, директор коммунального предприятия «Экосервис», начальник экологической инспекции по благоустрию и начальник полиции города. Мы, в принципе, прошлись по городу, посмотрели основные вопросы, потому что у нас очень много, конечно, обращений в связи с тем, что есть случаи стихийной торговли, особенно в субботу, когда много отдыхающих у нас в городе, к сожалению, уже южницам становится некомфортно по выходным, а это нехорошо. Поэтому мы заранее проговаривали, что мы хотим к выходным ближе посмотреть, скажем так, чтобы как у нас выходной день в городе, как происходит ситуация. Ну, сегодня у нас такая вот суббота, как рабочий, у кого-то рабочий, у кого-то выходной. Мы сегодня просто прошлись по городу, прошлись по приближенной парковой зоне. Можно сказать, что последние несколько дней просто интенсивно наводили порядок, потому что у нас пляжная парковая зона уже просто страдала от того, что заезжали на центральный пляж. Это заезд машин, это установка там палаток на песке, то есть несанкционированных, которые там не должно быть. У нас службы несколько дней вот с этим боролись накануне сегодняшнего дня. Очень много работы провели, это нервы, это при помощи полиции, потому что, ну, просто люди, посещающие наш город, считают, что они во всем правы. У них есть права их конституционные находиться там, где они считают нужным и отдыхать, где не считают нужным, поскольку побережье – это ведь общедоступная территория. Но мы просто объясняем, что это город, это городской пляж, на нем есть определенные санитарные нормы. Нахождение там палаток, шашлыки на костре, приготовление там пищи, как бы это просто невозможно это делать, и это и не должно быть такого. У нас есть определенные правила. Сегодня у нас, мы просто уже пришли к решению, что мы просто полностью перекрыли доступ на въезд транспорта на пляжно-парковую зону. Сегодня просто четко жесткий список составлен только тех автомобилей, которые выполняют там спецобслуживание, и также завозят товар для работающих там предпринимателей. Все. Больше на пляже автомобилей быть не должно. Потому что у нас потом возникает такая коллизия, что все туда начинают заезжать, всем хочется поехать на автомобиле непосредственно прямо чуть ли не к кромке берега, и в результате у нас весь берег в автомобилях. Это никому не нравится, это очень нехорошо и некомфортно для отдыхающих там, поэтому у нас все автомобили должны быть за пределами приближно-парковой зоны. Сегодня там относительно какой-то порядок наведен. У нас еще, по моим прогнозам, осталось порядка недели такого вот курортного сезона города Южного, потому что следующие выходные, они длительные, там 4 дня у нас выходных. И наверняка мы ждем, в наш город очень много гостей приедет 4 дня отдохнуть возле моря в конце лета. И наша задача, конечно, вот сейчас вот эту уже последнюю неделю расставить акценты, проверить, что у нас сегодня происходит еще больше, скажем так сказать, ну, активизировать работу наших служб городских, чтобы мы вот эту неделю уже, которая у нас по окончаниям сезона, мы действительно уже довели достойно, чтобы у нас не был завален пляж, не был заставлен автомобилями. И, ну, сегодня показала, как будто, сегодняшний опыт, что, в принципе, работа, определенные результаты есть, но работать над чем в следующем году у нас тоже планов много. И городской голова поставил задачу, у нас вот есть сегодня расписанная по нашим, по замам основные мероприятия, мы сейчас отрабатываем каждый по своей линии предложение на пляжный сезон 18-го года курортный. Мы так уже для себя выстраиваем линию, что мы должны сделать в следующем году, для того, чтобы пути этих проблем, которые нас захлебнулись, мы в них этим летом. В огромном количестве мусор, потому что люди приезжают и привозят с собой еду, упаковку и так далее. И, безусловно, есть проблема, что к нам сейчас стали активно, поскольку у нас бесплатный пляж, достаточно, достаточно благоустроенный и удобный, поэтому сюда просто нам стали привозить Николаевскую область в большом количестве, видите, большое количество на выходных стоит автобусов, это туры выходного на пляж, где людей собирают вдоль разных населенных пунктов, привозят нам в город отдыхать. Все они приезжают на целый день с запасами еды, своими какими-то палатками и навесами, и у нас как бы пляж, естественно, под такой нагрузкой находится. То есть так быть не должно, на следующий год у нас будет ряд мероприятий, и то, что крупный транспорт туда вообще не будет подъезжать, у нас будет отдельно, мы должны подготовить парковочные стояночные места, чтобы они стояли там. Более того, там должны быть платные все стоянки, они должны за все это платить, потому что тогда эти деньги мы будем направлять на благоустройство побережья. Что мы анализируем? В принципе, такие затраты мы в этом году несем, по пляжу, это уже городской лавар, но это последний год, что мы будем столько финансировать с городского бюджета. Должны оплачивать предприниматели, которые там работают, и люди, которые там находятся. Песок и пляж и море бесплатно, услуги на пляже платные. Каждый год проблемы наплыва отдыхающих, они, естественно, только с каждым годом острее становятся. Вы видите, в этом году к нам приехало больше, и по словам этих же людей, которые к нам приезжают, они говорят, что нам у вас понравилось, мы скажем своим друзьям и приедем к вам в следующий раз уже всей компанией, понимаете? Поэтому мы можем уже себе прогнозировать, что сколько приехало в этом году. Давайте, наверное, умножим по-скромному на два тех, кого мы ждем в следующем. Поэтому нам нужно быть к этому готовым.